Конкуренция на одном из рынков Новой Москвы привела к массовой драке. Её участники — грузчики, которые пытались бороться за сферы влияния. Очередной виток выяснения отношений заставил полицейских оперативно вмешаться в противостояние. К счастью, обошлось бюджет. Итог. Восемь зачинщиков потасовки задержаны. И отвечать они будут не только за хулиганство. Оказалось, все они в России находятся незаконно. Максим Ларин разбирался. Раннее утро на одном из столичных рынков. Не шуточные страсти. Торговцы, словно обезумевшие, бросают друг в друга всё, что попадает под руку. На месте, где случилась драка, под ногами до сих пор хрустят стёкла. И повсюду раскиданы доски, которыми участники потасовки бросались друг в друга. То, как десятки мужчин шли в атаку, на телефон снял вот этот мужчина, тоже работник рынка. Стоял там, где-то снял. Сорчок, грузки. Прям такая суровая потасовка. Кто-то из очевидцев вызвал полицию. Глядя на то, как мужчины послушно стоят вдоль стены, сложно поверить, что именно эти люди так яростно выпускали пар. Уже через несколько минут на место потасовки прибыли полицейские. Участников драки задержали. Часть из них уже доставили в отдел. Остальные готовятся к отправке. Задержанные опускают глаза и отворачиваются от камеры на главные вопросы. Из-за чего разгорелся конфликт и с кем, словно сговорившись, отвечают одинаково. В драке участвовали? Нет. Не знаю. Мы не были здесь. За что задержаны полицейские? Не знаю. По статье хулиганства правоохранители возбудили уголовное дело. В результате оперативно-розыскных мероприятий правоохранительными органами задержано 8 подозреваемых, приезжих мужчин в возрасте от 22 до 48 лет. Установлено, что конфликт произошел из-за разногласий по оказанию услуг, то есть на бытовой почве. Как выяснилось позже, все они являются грузчиками, но на допросе свою вину большинство задержанных признавать не спешит. И лишь этот молодой человек приоткрывает завесу случившегося. По его словам, на рынке трудятся две группы грузчиков. Стенка на стенку они атаковали друг друга, но бой был явно неравный. То есть между грузчиками произошел конфликт? Да. На почве работы, правильно? Да. Сколько человек у вас было? Вы с товарищами сколько у вас было? 15. 15, да? А их сколько было? Их 30. Во время проверки выяснилось, что задержанные в России находятся незаконно. В отношении них составлены административные протоколы. Полицейские устанавливают остальных участников конфликта. Максим Ларин, Сергей Мельянов, Петровка, 38.